Доброе утро. Сегодняшнее место Псалом 120. Замечательный Псалом. К нему часто обращаются. Давайте прочитаем. Псалом 120. Песнь восхождения. Возвожу отче моих горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей. Не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой. Господь сень твоя справа руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла. Сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Коротенький Псалом. На самом деле, как мне кажется, что здесь чистая поэзия. То есть, например, такие выражения, как Днем солнце не поразит тебя, луна ночью не поразит тебя, ну, тоже, да, если говорить таким вот циничным, практическим языком. То есть, луна, в общем-то, не поражает никогда. То есть, ничего в ней такого вредного нет, только светит тускло. Но, на самом деле, здесь говорится о том, что ни днем тебя никто не поразит, ни ночью никто не поразит. То есть, Господь описывается всеобъемлющей защитой Господа. Вседневная, всенощная. Вот. То есть, это чистая поэзия. Но, конечно же, поскольку это Слово Божье, то есть, это не просто поэзия, это еще и назидание для нас. И также здесь выражается чистая надежда. Здесь совершенно без привязки какой-либо ситуации. Здесь нет ничего, не описывается ничего плохого, неудобного. Здесь просто говорится о том, что Господь будет с нами. «Господь даст свою помощь». Откуда придет помощь моя? «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». То есть, смотрите, выражение чистой надежды, не привязанное к каким-либо условиям, ну, ни к чему, просто ни к чему. Здесь, я думаю, что мы касаемся такой детской веры, про которую говорил Иисус. «Будьте как дети». Он говорил про это. Потому что, на самом деле, мы, взрослые, склонны впадать в какой-то практичное мышление, склонны разбирать все детально. То есть, нам важно знать. То есть, если здесь написано, что придет помощь моя, когда придет, в каком объеме, в какой области, что я для этого должен сделать, ну и так далее, и так далее. То есть, мы сразу начинаем думать практически. И опять-таки, с привязкой к какой-то проблеме. Вот у меня такая-то проблема. Вот, что же сделает Бог, да? Как Он поможет? То есть, что я должен сделать в этой ситуации? Ну и так далее, и так далее. Должен ли я сидеть, или суетиться, или там… Ну, вы понимаете. То есть, у взрослых масса вопросов. Потому что мы подходим к отношениям с Богом часто, так же, как мы подходим к нашим просто практическим каким-то задачам. То есть, сразу же мышление такое же, что я должен сделать, куда бежать, ну и так далее. Ну, а здесь, как я говорю, выражение такой детской веры. То есть, ребенок, например, ну до какого-то возраста он не спрашивает совершенно. То есть, пойдем на улицу. Ну, особенно вот у нас, например, на примере Саши. То есть, у нее был возраст, когда она совершенно не спрашивала. Куда мы идем там? Зачем идем? Так, Саша, пойдем туда-то. Ну, да, туда-то, значит, туда-то. Собирается, идет. То есть, Саша, давай, вот теперь туда пойдем. Ага, пойдем. Пошли. Зачем идем? Как долго мы там будем? Что мы там будем делать? Вообще, не важно. То есть, папа сказал, мама сказал. Пошли. Вот. Поэтому здесь вот на самом деле нам все-таки важно вот вернуться вот к детской вере и понять смысл этого псалма глубоко. Потому что, ну, по большому счету, все наши рассуждения и опасения, и какие-то еще мысли, они на самом деле имеют тенденцию обесценивать Божье Слово. И как-то его принижать, его ценность, его величие. Вот. То есть, мы начинаем сразу думать, и, ну, естественно, приходим к выводу, что все сложно, что Бог как-нибудь непонятно что-нибудь сделает, и трудно вообще в этой жизни, много там неизвестных, и что же делать? То есть, все равно мы так или иначе, когда начинаем думать много об этом, я не имею в виду сейчас поиск воли Божьей, да, осмысление ситуации, это немножечко другой процесс. А вот именно, когда мы начинаем думать с другой стороны, как же ты, Бог, мне поможешь? Вот. Все так плохо, или там все так неудобно, и... Ну, и так далее, и так далее. Практически подходим к вопросу. То, собственно, вот мы приходим именно к этому, к обесцениванию Божьего Слова, как мне кажется. И, повторюсь, здесь в этом псалме выражена чистая надежда, детская вера. Написано «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Написано «Откуда придет помощь моя?» Здесь не утверждаю, не говорится о том, что «откуда, может быть, придет?» «Откуда я ожидаю, но не уверен, да?» Здесь написано «Откуда придет помощь моя?» «Помощь моя придет свыше». Все. Точка. Вот. То есть, такие опять вопросы, да. «Да, днем солнце не поразит себя луна ночью». Ну, опять мы начинаем пускаться в рассуждения. Вот. Это что же такое? Не будет у меня солнечных ожогов, что ли? Или там, например, тепловой удар не постигнет меня? Ну и, возвращаясь к той же мысли, о луна, да. Какой от нее вред? Непонятно. Ну, может быть, свет тусклый. Да, да, да. Наверное, нужно взять, по ночам носить фонарик. Ну, такие, да, странные рассуждения. Повторюсь. Это чистая поэзия и выражение чистой детской веры. Ну, вот. То есть, седьмой стих. «Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь». Опять, да. Как же сохранит Господь от всякого зла, если со мной все равно какая-то фигня случается? Если все равно приходят проблемы и так далее, и так далее, и так далее. Опять мы опускаемся вот в эти рассуждения. Но, когда мы приходим к Господу, нам важно вот приходить вот, просто довериться Ему. Это не означает, что отключить разум, отключить, там, ну, всякое, всякую логику и так далее. То есть, сам же Бог и говорит о том, чтобы мы познавали Его, познавали Его усердно, деятельно, смотрели, откуда Господь подаст свою помощь, как Он хочет решить мою проблему. То есть, конечно же, Иисус не отключает наш разум. Но все-таки, все-таки, я думаю, что в нашем сердце должно быть больше вот этой вот веры. Когда мы смотрим, вернее, даже когда мы, наоборот, когда мы не смотрим на то, что происходит вокруг, ну, вы понимаете, до какой степени не смотрим. Когда мы не смотрим, то есть не прилагаем сердце к тому, что происходит вокруг. Не пускаем все вот эти страхи и ужасы, ну, или просто какие-то странные вещи. Не пускаем в свое сердце. Но стараемся заполнять свое сердце вот этой вот чистой надеждой, чистым доверием Господу. Не обремененным какими-либо критическими размышлениями. Потому что, на самом деле, Господь ждет от нас вот этой веры, простой, детской веры. Написано, значит, так и будет. Написано, придет помощь, значит, она придет. Написано, что Господь не дремлет и не спит. Это так и есть. Это означает, что Господь постоянно бдит, постоянно бодрствует над нами для того, чтобы благословлять нас. Не для того, чтобы наказывать, не для того, чтобы какую-то очередную, не поворачиваться даже язык сказать, что-то очередное нам неприятное сделать. Господь, наоборот, любит миловать, любит благословлять. История, например, когда к Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеяние, она очень хорошо показывает, что, на самом деле, Иисус не желает наказывать. Не хочет низвергать огонь на землю. Это я опять поэзии говорю. В той истории с женщиной нет никакого огня. То есть, Господь хочет, на самом деле, чтобы люди не грешили. Но в его сердце нет вот этой жажды наказания. Это не в его характере. Вот. Господь будет охранять выхождение Твое и вхождение Твое отныне и вовек. То же самое. То есть, постоянная охрана Господа. И давайте просто доверимся Господу. И вот эта вот, кстати говоря, исцеляющая, вернее, вот эта вот детская вера, она будет иметь исцеляющие действия в нашей жизни. Она как раз таки и будет наполнять наши сердца вот этой живительной надеждой, этим живительным миром. Вот как вот Авраам поверил сверх надежды, с надеждой. То есть, опять-таки, он не смотрел на внешние обстоятельства. Он смотрел на того, кто его призвал, кто его вел. Он смотрел на его обещания, на его слово. И все. Поэтому давайте вот так, чтобы у нас было. И таким образом мы будем защищены, кстати говоря, от многих сомнений неприятных. И давайте будем искать не то, обращать внимание не на то, как все странно у нас в жизни происходит. А именно обращать внимание и искать, и смотреть, и размышлять о том, как Бог хочет нам помочь. Как Он хочет разрешить ситуацию. Потому что если здесь написано, что Господь поможет, значит, Он поможет. Значит, нам нужно искать этого в своей жизни. Как Господь мне хочет помочь? Как Он будет помогать? Но именно не критический взгляд, а взгляд, исполненный вот этой вот верой, детской надеждой, детского абсолютного доверия. Отец наш Небесный, научи нас, пожалуйста, приходить к Тебе в простоте наших сердец, с полным доверием, Господь. И надеждой молю Тебя о том, чтобы не пускали мы в свои сердца никаких сомнений, никаких страхов, Господь. Но исполни нас, пожалуйста, миром, да, вот этим доверием, Господь, и научи нас во всяких ситуациях смотреть именно на Тебя. Не смотреть на эти волны, которые могут захлестывать нас, но смотреть прямо на Тебя, ожидать Твоих судов, Твоих решений, Твоих благословений. Благослови наш день, пожалуйста, во имя Иисуса Христа. Аминь.